Санкт-Петербург Санкт-Петербург Которую мало кто знает в городе Ленинграде У нас есть клуб Клуб немцев-защитников города Ленинграда Которые пережили блокаду вместе со всеми вами Этот фильм посвящается именно немцам-защитникам города Ленинграда Духовный центр питерских немцев еще с позапрошлого века Это известная горожанам кирха на Невском проспекте Но мало кто из нас бывал в зале этой старинной лютеранской церкви И почти для всех название нашего фильма Немцы на защите блокадного Ленинграда Неожиданное воспоминание о блокаде Для сотен тысяч советских немцев Предки которых жили в России еще с 18 века Вторжение германской армии 22 июня 1941 года в СССР Стало не только фактом нападения врага на их родину Гитлеровцев российские немцы не считали своими соотечественниками И отечественную войну считали и своей войной К июню 1941 года в рядах Красной армии и флота Служило более 33 тысяч немцев Из них более 1600 командиры И в военкоматы пришли тысячи немцев-добровольцев Для них война с фашистской Германией Была еще и войной двух национальных культур С хваткой сил добра и зла Ведь на русской земле, за Россию Дрались друг с другом эти немцы И эти немцы Как дрались наши немцы с немцами-фашистами 14 немцев были удостоены звания Героя Советского Союза Из них трое – командиры партизанских отрядов, действовавших в немецком тылу Блокадный Ленинград защищали немцы Майор Витте, капитан Шиллер, лейтенант Кабмахер, лейтенант Шибельгуд Это только фамилии, награжденных орденами В осажденном городе осталось более 90 тысяч немцев Женщин и детей, в которых метили немецкие фашисты Также надо вспомнить, что с 8 сентября 1941 года Советское правительство, подавляющее большинство немцев-красноармейцев И немцев-штатских, перевело в строительные батальоны От непосильного труда и болезней Из 316 тысяч советских немцев В тылу скончался каждый третий из них О вкладе немцев в оборону блокадного Ленинграда Сегодня рассказать могут немногие Даже тем немцам-ленинградцам, кто встретил блокаду ребенком Уже перевалило далеко за 70 Житель блокадного Ленинграда, Коробова Валентина Анатольевна Взяла на себя труд по составлению и изданию Воспоминаний немцев, детей блокады Мы это пережили Она одна из немногих, которая это пережила Мои родители приехали из Новгородской области Где было много немцев в свое время И там была моя бабушка Немка по происхождению Которая вышла замуж за русского, естественно Они проживали там же, в деревне Но в 30-х годах их выселили с хутора Не потому что они были немцы А потому что у них было на 9 человек детей Две коровы и лошадь И родители вынуждены были уехать оттуда Приехали в Ленинград И работали на Невском машиностроительном заводе имени Ленина Вот тут и начинается мой Ленинград Я родилась уже около завода Ленина И там же вместе с родителями встретила Великую Отечественную войну Мы никуда не уезжали сначала Папа считал, что мы должны быть все вместе Он продолжал работать на заводе Мама уже не работала в 41-м году Было очень тяжело Во-первых, постоянные обстрелы и бомбежки Потому что завод Во-вторых, голод и холод У родителей никаких запасов не было Они были еще молодыми для того, чтобы делать запасы в свое время У меня была полная дистрофия В 6 лет я перестала и ходить, и говорить Отец оставался работать на заводе Потому что военный завод, у него была броня А мама перестала работать Она пыталась сохранить нам жизнь В 42-м году, в июле, мы все-таки выехали ненадолго Иначе просто я бы не выжила Там меня поставили на ноги И в 44-м мы вернулись в Ленинград Ну вот в начале 90-х годов Когда все стали осознавать Свою национальную принадлежность Захотелось вспомнить о своих корнях Тогда образовалось общество немецкой культуры Образовалась община лютеранская И я вошла в эту общину Конфирмировалась Тогда же в этой общине Встретилась с людьми, которые пережили блокаду в Ленинграде Те российские немцы, которых не депортировали Они остались здесь И вместе с другими ленинградцами Пережили все эти страшные блокадные дни Вот эти русские немцы Они переживали все то же самое Что и люди всех национальностей нашего города Тот же голод, те же бомбежки, тот же холод Тот же страх Постоянный страх у детей Он был все время Но надо сказать, что Многие из них Вот и пишут о том, что Население Не было настроено против них Никто не смотрел какой-то национальности И помогали друг другу все Вот Эрна написала, что Однажды она поднимала Воду по лестнице Свою И шел мужчина, который еле-еле шел Она еще могла И она ему помогла поднять В конце, после войны Он ей подарил ложку С надписью Спасибо за помощь Такая вот помощь Она и помогла выжить Во всяком случае Национальность Вспоминалась только В связи, например, с депортацией Правители нашего города Конечно, помнили О тех немцах, которые здесь И искали в них И врагов А народ Мне кажется Тогда совсем не обращал внимания На немецкую национальность Во всяком случае Среди моих друзей Вот в клубе Отец погиб на Ленинградском фронте Воевал вместе со всеми Немец Воевал И она никогда не говорила о том Что кто-то говорил Вот ты немка Ты, значит Настроение у нас было такое Что мы все вместе Мы были вместе Это девиз российских немцев В годы Отечественной войны Это их клятва В истории нашего города Это их вклад в победу И когда над Невой расцвел салют победы Это была и их победа Ведь мы были вместе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok